Ну что ж, всем вновь привет, с вами Артур и мы продолжаем проходить Ведьмака 3 и сегодня по заданиям, ну во всяком случае единственное что у нас есть помимо собрать полную коллекцию карт и главного задания это пропавший без вести и нужно найти Дуни Вильдервата какого-то, ну что ж посмотрим сильно ли он спрятался, задание пацаны, подождите. Неожиданно у нас появилось еще одно задание Дуня подождет Дуни Вильдервата какого-то, ну что ж? Дуни Вильдервата какого-то, ну что ж? Вижу, что он совсем меня не слушает, а все на сковородку пялится, как сорока на ложку, а должи, говорит бабушка, отдам с утра. Удивилась я немного, что он там в потьмах жарить собрался. Но сердце-то доброе у меня, вот и дала. Хм-хм-хм. Интересно, и что было дальше? Под утро в дом приехал еще кто-то, но утром вышел только тот, первый господин. Закрыл дверь на ключ, сел на коня, и только я и видела и его, и мою сковородку. Она старая была, черная, от сажи. Потеря-то вроде небольшая, но другой-то нету. Может, ты мне подсобишь, золотенький, принесешь сковородку бабушке. Сама-то я эту дверь не открою, а по правде сказать и идти туда боязно. Потому как из-за двери такой смрад бьет, что я думаю, тот, второй, он должно быть, там лежать и остался. Заказа на сковородку у меня еще не было. Ладно, схожу поищу. Лучше подожди здесь, на всякий случай. Так, чары. Арпа, я думаю, мне подойдет. Для этого дела. Ну, отлично. Еще немножко помародерим. Где еще мясо? Вот это полезно, полезно. Ну-ка, включи-ка свет. О, труб. Понятно, откуда запах. Кинжал. Чертеж. Ударный болт. Отвар из вилохвоста. Окей. О, там сковородка. Удушин, горотый. Остальные старые шрамы, как у солдата. Что ты сказал, золотко? Ничего, ничего. Ну вот эту красную штучку. Интересный монокль. Интересно. А вот когда я сама с собой болтаю, говорят, я чудная стала. Вот ты, бесценная сковорода. Только от драйна и дочиста. Похоже, нашему таинственному господину нужна была не она, а Саже, чтобы сделать тушь и написать письма. Ну, это понятно. Ну что, нашел сковородку? Он же и про... ...это спрашивал и чернику, и березовую кору. Что тоже в целом можно использовать. Да некоторые фрагменты, пожалуй, можно прочесть. Ну что, нашел сковородку? Да нашел, нашел. Надо будет почитать. Сейчас только сдадим ей эти сковородки ненавистные. Потом еще под водой там поплаваем, что-то там много всего. Трав каких-то. Мога? Так ведь она была вся черная от Сажи. Об этом я бы смогла, если бы хотела. Только уж годы-то не те. Этому господину была нужна именно Сажа. Он ее счистил и сделал из нее тушь. Видно, ему надо было что-то написать. Срочно. А другие бумаги срочно сжечь. А-а-а. А тот второй? Мертв. Позови пару ребят и закопайте его за деревней. Глубоко, чтобы трупоеды не вырыли. И по-хорошему советую. Не говорите об этом деле нильфгардцам. Погоди, погоди. Тебе кое-что в благодарность причитается. Возьми, сыночек, на дорогу. Опять XP не дали. А нет, 8 XP, ничего себе. Печеных яблок, 5 штук. Бодренько. Так. И яблочного сока опять. Ну ладно. Хоть что-то. Так, что это там вообще за балки такие? Наверное, сети. Да. Что мы тут можем... Что там шевелится? В прошлый раз это были утопцы, когда я такое увидел. Ладно. Что под водой? Сундук, сундук. Надо взять сундуки. Сначала к тому сплаваю, потому что он далеко. А потом и тот возьму сундук, там и травы насобираю. В темноте хорошо смотреть, на самом деле. Потому что подсвечивается всё замечательно. Нормально. Темирский кинжал. Чертюш новый. Что там ещё? Лето. А, всё понятно. Так, давай выныривай. И сам ныривай. О! Броня. Парочка отваров. И чё, всё? Было же больше намного. Так, сейчас всплывём. Сверху виднее будет. А ну вот, на карте же видно. Точнее, на радаре. Ну, выныривай, выныривай. Ух ты, сколько же я тут. Ну, думаю, чтобы это не было за трава, мне хватит. Так, ладно. Что у нас там за задание-то было? Поиск. Да, вот это. И заодно надо прочитать. А, штаны ещё проверить, точно. Так, это старый? Нет, это новый мяч. Плюс 3 урона, да? Ну... А, это кинжал. Ну, у этого шансов всяких критического удара он 10. А у этого... А у этого... Плюс 25 пробивания доспехов. Кстати, против обычных врагов пробивание доспехов должно быть лучше. Ладно, пусть пока будет этот меч. Так, броня... Плюс 5. С виду она вообще не меняется, но броня не даёт. И штанцы. Штанцы. Ну, брони-то они дают одинаково. Но, который я нашёл последний, лучше вроде. Так, что это такое? Разбитый монокль. Один и Флорин. Нормально. Ещё и две валюты. Сожжённые бумаги. И изволь, сука, явиться, если сам встречу назначил. Я прихожу, подставляюсь, рискую шеей и всей нашей грёбаной операцией. А там только стужа и ёбаный ветер. Я думал, в Нильфгарде порядок. А вы, нечитаемо, и передай своему генералу, что я и мои товарищи, не обидчивые, от переговоров не откажемся. Но раз уж вы всё проебали, теперь мы будем выбирать время и место следующей встречи. Окей. Пока пожую хлебушек. А там правда утопцы, да? Сейчас проверим. И пойдём по заданию. А нет. Волки. А варги. Да ладно. Отлично. Я даже не удивляюсь, что у них урон одним укусом больше, чем половина моего здоровья. Всё, как во втором Ведьмаке. Только, наверное, ещё хуже. Потому что во втором Ведьмаке было проще, во всяком случае, то, что хоть урон по нам наносили огромный, но обычно выходило так, что... Так, лошадка, давай. Что у врага хотя бы было поменьше здоровья и убить его тоже было возможно. Ну, если это не считать, если босс какой-нибудь. А тут, конечно, жопка. Так, почему, почему, почему? Я думал, что если зажать кнопку, и он будет по этой белой полоске искакать, а он как-то всё-таки не по радару скачет. Какая-то далеко. Сколько там было изначально? 600 метров. Ну, сейчас 300, но... Всё достаточно много. А тут нарваться на кого-нибудь можно по пути. Ну, кстати, это не та самая тележка, мимо которой мы проезжали, когда Грифон нападал на... крестьянина. Я тут просто эти развалины вижу. Решил посмотреть, ничего ли тут нету. О, справа, наверное, на утопс. Там вопросительный знак. Ладно, потом. Потом. И часто ты разговариваешь со своей собакой? Это не моя собака, а моего брата Бастина. Хотя, теперь уже, наверное, моя. Понимаешь, Бастиин бился с чёрными. Здесь неподалёку большое сражение было. И с тех пор от него никаких вестей. Говорил я ему, сделай, как я. Отрежь себе палец или два. Тебя и не заберут. А он побоялся. Вот холера. На твоём месте я бы осмотрелся на поле битвы. Был я там. Море трупов и трупоедов. Слышал я когда-то, что они боятся огня. Так попробовал разогнать их факелом. Ни хрена скажу я тебе. Если бы не гусар, они бы меня живьём сожрали. Послушай-ка, я так понимаю, ты эти мечи не для парада носишь. Защити меня от гулей и помоги найти Бастина. А я тебе хорошо заплачу. Хорошо, я тебе помогу. Только после битвы прошло уже несколько дней, так что шансы, что мы найдём твоего брата живым, малы. Очень малы. Кто бы сомневался. Я хочу хоть тело забрать, чтоб Бастин не гнил под открытым небом вместе с Нильфами. Встретимся на пригорке, рядом с полем. А дальше пойдём вместе. Блин, ну там же точно утопс, да? О-о-о. Три как минимум, да? Ладно, успеется. Жесть, ещё 200 метров. Куда ж мы скачем так? Ну это явно то место, где мы проезжали в первой части. И что там? Оказано, как будто монстр. Ах, любопытно. Сейчас умрём ещё разочек. И поскачем дальше. Угу. Конечно, у меня не хватает мэджика. Ладно, я тут не выживу. Удар по спине у них, конечно, очень здоровский. Мэджика. Да. Самое приятное, это пока качаться при помощи диалогов и квестов, где врагов не больше одного, ну двух. Если три, то уже сложняк начинается. Блин, чувствую, тут тоже меня ждёт та ещё битва. Ах, ну что ж, я готов. Только знак поменяю. С Квеном хоть дольше проживу. Хорошо, что ты пришёл. Бастин и его тело должно быть где-то здесь. Точно так же, как тело сотен других. Ты что, собираешься осматривать все трупы подряд? Времени это займёт прилично. Успокойся. Все ребята, которых призвали из Белого Сада, нарисовали у себя на щитах маленький цветочек, чтобы в битве видеть друг друга издалека. Их было немного, так что по этому знаку мы быстро найдём весь отряд. Не обижайся, но случается, что в битве солдаты бросают щиты, особенно когда про их думают. Одного щита тоже хватит. Тогда гусар учует след и поведёт нас. Ну, пойдём. Чем быстрее с этим разберёмся, тем лучше. Выполнили некоторые задачи, вы будете знать только примерно расположение вашей солдаты. Да, чё-то пока никого не видно, но... Ладно, проверим. Столько трупов. Война только началась. О, а вон и враги. Дерьмо. Ну, давай. Немножко воспользуемся. Да умри ты уже, Я что, кулаками дерусь? Вы что, иди... Просто отлично. Столько здоровья потерял из-за глупостей. Ладно, их хотя бы немного было. Хотя ещё могут прийти. Поэтому стоит пожрать хлебушка, пока есть время. Это он? Нет. Это сын соседей. Ну так что, кусач? Чуешь хозяина? По-прежнему ничего. Ну, сейчас найдём. Заодно... Блин, тупые топоры, наверное, весят много. Их... Собираю. Хотя всё можно, наверное, продать. Сколько у меня ещё осталось веса? Нормально. Так, водичка, это хорошо. Ну, топоров мне хватит. Ладно уж. У них только топоры есть. Ну вот ещё прах. Может пригодится. Как меня это бестит? То здесь всё наступит на какой-то предмет, который хочешь проверить. И камера станет вот так. Ты уже не сможешь его проверить. Это он? Нет. Это сын соседей. Ну так что, кусар? Чуешь хозяина? Эх... По-прежнему ничего. Ну тут уже, по-моему, и нету больше красных щитов. Во всяком случае, я больше не вижу. А вот. Кожа вся съезжена. Я знаю, что сложно сказать, но... Может, это он? Яр. Бастин был здоровый парень. Широкий в плечах, а этот вроде поменьше. Но может, это из-за огня? Он его учуял. Кусар, учуял Бастина. Вперёд! Только бы никто не нападал тут. О. Ах, следы и правда. Это ещё ничего. Поручик сказал нам ходить в сортир по команде. Нас из баллиста обстреливают. А он всё. Солдат с полным желудком в битву идти не может. Будете сидеть, пока не высидите. Представляешь, болван. Хе-хе-хе, прекрати. Рёбра у меня болят. Я никогда смеюсь. Надо наложить давящую повязку, но это позже. После того, как ты объяснишь, что здесь происходит. Бастиан, он тебя взял в плен, этот Нильфгардец? Нет. Он мне жизнь спас. Меня ранили в бок, потом по башке ударили так, что меня зрение отшибло. Россон наткнулся на меня, когда полз через поле. Он лодыжку вывихнул. Вот так слепой вёл Хромова, пока мы не нашли эту хату. Заберу тебя домой. Надо заняться твоими ранами. Я Россона не брошу. Один он тут пропадёт. А к своим уйти он не может. Он же дезертир. Его тут же вздёрнут. А если его у нас найдут, тогда повесят всех вместе с моей лисье. И речи быть не может. Чёрный останется здесь. Если бы не этот Чёрный, Бастиан бы уже умер. Может, ты ему покажешь, что нордлинги не дикари, какими нас считают в Нильфгарде? Ну, дам я ему отцовскую одежду. Обучу работать в поле. Только вот акцент. Ну, да ладно. Будь что будет. Возьму и его. Спасибо, ведьма. Вот твоя награда. Да хранят тебя боги. 20 опыта. Боже мой. Ну и что, получается, я выполнил все дополнительные задания. Осталось только главное. Ну, поехали. Ладно, почему нет? Других-то вариантов нет. Не, ну, конечно, можно по вопросительным знаком покататься. Утопцев-то я уж как-нибудь, может, и смогу победить. Так, это волки. До свидания. Пятый уровень, это не для меня. Бежут за мной. Извините. Так, ну что, попробуем с этим справиться. Я заметил, что если их отводить от точки, где они, но куда они уже не могут идти, то тогда их хоть как-то можно еще победить. Куда побежали? Блин, вот хрен выманули. Ну да, все, конечно. Удачи. Не, лучше уж по квестам идти. Это уж совсем какое-то избиение младенца. Хотя можно через бастиарий почитать, чего боятся утопцы. Может быть, это мне как-то поможет. Тоже вариант. Хоть какой-то. Ладно, пошла. Пусть живут пока. Он сейчас мне любопытно свернет. Нет, не сворачивает. Ладно, придется самому сворачивать. Ладно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ах, ладно, разберёмся, попробуем. Ну, конечно, меня сейчас опять убьют. Можно сделать, например, масло... Против призрака. Сейчас попробуем, кстати. Продолжение следует... Так... Почему факел из кармана пропал? Продолжение следует... Продолжение следует... Но я его... Ага... Понятно, ладно. Так... Как же кинуть его? Я могу только сразу смазать, и всё, то есть... Ладно, смажем. Видите, оно навсегда? Вот это да. Это любопытно. Я заработал одно очко умений. Так, ну-ка, я сохранюсь тогда. Сейчас попробую, конечно, подраться с призраком, но если я смог его забрать, не убивая призрака, это же отлично. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Я даже не успел отскочить. Но очко у меня. Можно что-то прокачать. Это уже здорово. И поскачем дальше. он кошмар какой так 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 появится рядом со мной лучше уж свалить так да все понятно давайте уж давайте вот только чтобы прокачать алхимию не хочу умение что-то за умение м-м-м любопытно то есть у меня будет восстанавливаться здоровье если я прокачаю это без еды если да то это здорово и так 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 сосредоточенность лад для начала это прокачаю я не могу это прокачать так это вот она его еще ставить надо видимо ну ладно вот восстановление идет о какой мизер ну ладно хоть что-то тогда надо искать такие знаки может быть когда-нибудь я таким образом тоже прокачаюсь так как Субтитры сделал DimaTorzok Удача, паскуды. Пятый уровень не для меня. Давай-ка скачи-ка ты быстрее, пока не убили. Это военный лагерь. Местный вход только по разрешению командира гарнизона. Я похож на местного? Ты похож на того, кто ищет неприятности. Наоборот, я от них избавляю. Я ведьмак. Ведьмак? Капитан Петер Саар в Винлеве. Сейчас в башне. За воротами направо. Надо полагать, у капитана есть ко мне дело. Это армия Нордлинг. Здесь не спрашивают. В башню. Понятно. Ну тут все такое приятное. Как будто безопасное место. Ремесленники. 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 Ну и что ты тут делаешь? Парол. Не знаю, никого пароля. И значит вы здесь просто так ходите? Интересно зачем? Имперские мечи считать? В армии таких на эшафот отправляют. А таких, которые торгуют казенным имуществом. Ха-ха-ха. Вижу в товарах, вы понимаете. Так может, что прикупите? Как там настроение в лагере? Думаете, победа уже ваша? Ага. Значит, все-таки шпион или провокатор? Да мне просто любопытно. Ага. Ну так вот. Можете передать всем любопытствующим, что войну мы выиграем. И это по той причине, что Родовид больной на голову. О чем и так все знают. А у нас первоклассно обученная армия и снаряжение на высоте. А кстати, вы хотели что-то купить? Ну покажи, покажи. Покажи свой товар. Может я ему продам что-нибудь из своего товара. Необходим уровень четыре. Серебряный меч. Так, купишь ли ты у меня предметы? Оп. Весит немного. Так, камни я оставлю. Остальное тоже, наверное, оставлю. Так, сильно ли сломалось все? Ладно, починим. Так, а починить все? Почините все. Бывай. Так, сколько деревня даст зерна? Сколько скажете ваше превосходительство? Посмотри на мои руки. На, смотри. Мозоли видишь? Какое я тебе ваше превосходительство? Крестьянин я. Так и давай говорить как мужик с мужиком. Сколько сможете дать? Сорок корцов. Было и больше, только наши, то есть тимерцы, раньше уже забрали и... Дадите тридцать, уже хорошо. Ну, по рукам. Скоро жду транспорт. Благодарю. Покорнейший благодарю. Кроме старосты, я вызывал только кузнеца Вилли. Краснолюда. Ты для него высоковат. Логики тебе не откажешь. Геральт из Ривии, ведьмак. Вадгер. Понятно, почему я не слышал шагов. Чего надо? Янифер из Венгерберга. Куда она поехала? Это военная тайна. Ты все еще не выставил меня за дверь, не позвал караул. Значит, у тебя есть предложение. Тут в окрестностях завелся Грифон. Убей его. Тогда посмотрим, что можно сделать. По рукам. Но прежде чем я начну, пару вопросов. Ты знаешь, где у Грифона логово? Сперва он держался возле лисьего бора. Я послал туда патруль пятерых молодых ребят. Два дня спустя их нашел охотник. Я бы их не узнал, если бы не бляхи. С тех пор Грифон нападает где попало. В деревне, на полях, на тракте. Значит, он бросил логово. Придется ставить ловушку. Судя по твоему тону, это будет непросто. Чего тебе нужно? Мне нужно больше сведений об этой твари. Какого она пола, почему бросила логово? Может, тебе очевидцев привезти? Они скажут не больше того, что я уже знаю. Надо осмотреть место, где погибли твои люди. Как звали охотника, который их нашел? Мыслов. У него хата к югу от деревни, у самого леса. Полезный человек. Хотя и... странный. Для приманки мне нужна одна травка, крушина. Грифон почует ее запах за 10 миль. Крушина? Впервые слышал. Но я еще не слишком хорошо говорю на всеобщем. Да, наверное, сперва ты выучил основные выражения. Руки вверх, вздернуть. Нет. Сперва были поговорки. Например, не играй с огнем. Загляни к Тамире. Это травница. Живет на распутье, и она тебе поможет. Тамира и Мыслов. Спасибо. Спасибо. Ну, надеюсь, вы не против, если я вас тут тоже ограблю. Блин. Учтем, что это может плохо кончиться, и не будем сильно на глазах у стражи собирать предметики. А что тут у нас? Ага. Не очень интересно. Так, значит, у нас два задания получается сейчас. То есть я уже раздобыл? Серьезно? Ладненько. Но это на самом деле плохо. Потому что я тогда не скатаюсь к травнице. Травница не даст мне дополнительное задание. Я не получу, наверное, даже опыта за то, что... Но, типа, найду ее хоть немножко. Я понял, быстрый переход. Посмотрим, как это работает. Ну, давайте предположим, что я хочу съездить сюда. Переместимся сюда. Какой еще перекресток? Ну, может, сюда? А, наверное, я должен именно от перекрестка сам это делать. Да, понятно. Понятно, понятно. Ну, думаю, тут я уж пробежать могу по-быстрому. Новое задание. Отдал жук лук. Урок Нильгардского. Принимаем добровольца. Помощь неимущим. Новый порядок. Да, не задание. Просто объявление. Выносливость кончается от быстрого бега. Есть кто? Наверное, на охоту ушел. Следы свежие. Мыслов только что вышел. Сейчас на меня тут волки нападут. И все. Так. Хотя волков тут нету. Но они могут появиться в любой момент. Ты, мыслов? Тссс. Слышишь? Волки? Хотя нет. Дикие собаки. Да. Они опаснее волков. Собаки опаснее волков. Не преувеличивай. Говорю, как есть. Знаете почему? Нет. Но чувствую, что сейчас узнаю. Потому что волки охотятся, чтобы утолить голод. А дикие собаки убивают для забавы. Совсем как люди. Да. Многому они от нас научились. Так почему бы и не жестокости? Я собираюсь на охоту. Где-то нашел нельвеарцев, которых убил Грифон. А, понял. Вы ведьмак, убийца-чудович. Это о вас в деревне говорят. Ага. Я вам покажу дорогу, конечно, но... Собак надо перебить, пока они ни на кого не напали. Поможете? Если вам не жаль, то пить об них серебряные мечи, стало быть. Почему бы и нет? Грифон не убежит. А вот собаки могут. Так что, ступайте осторожнее. От говно. Приятности с этими псами. С начала войны. Как солдаты через деревню идут, бабу изнасилуют да задушат. Мужика убьют для забавы. Корову на мясо. А дворнягу? Радю, чтоб пнут похозе. Ну, избивают эти шапки в стае. Холодные, исхудавшие, все в струпьях. А подыхать не хотят. Потому умные. Умнее даже, чем лисы. И страх, как озлобленный на людей. Так, сохраниться можно? Отлично. Ну, сейчас настрадаюсь. Наверняка стая там большая. Поздно. Они уже на кого-то напали. А, первый уровень, нормально. Может, мне надо их другим мечом бить? Ну, ладно. Это уже не важно. Соберем сырое мясо. Мало ли пригодится. Ну, и регенерация здоровья, конечно же, помогает. Хоть и небольшая. Дитер. Знаешь его? Мы вместе служили у помещика. Там, где сейчас войско стоит. Он был конюшем, а я охотником при барине. Но это было до того... Давно это было. До того, как что? До того, как меня выгнали из деревни. Что ты такого сделал? Ничего. Я выродок. Простите. Не хочу я об этом говорить. Я тоже выродок. Да. Но другого рода. Если это ликантропия, я могу помочь. Что? Ликантропия. Волколачество. Я уже помогал в таких делах. Обычно это простые проклятия, которые... Сын помещика Флориан и я любили друг друга. Дитер застал нас на конюшнях. Меня выгнали, а Флориан повесился. Барин начал пить. Имение пришло в упадок. Вот и вся история. Мне очень жаль. А, что было, то прошло. Мы шли не эльфгарцев смотреть. Пойдем. Ты знаешь что-нибудь о том, Грифоне? Ух! Это зверь не для меня. Зато ты для него в самый раз. Откуда столько опыта вы чуя истеваетесь? Ну, это ж нечестно. За обычные задания 20, кто тут 280. Я полезу тихо хожу. Так что даже Грифон не приметит. Мда. Потому что в ведьмаке главное раскачаться. Какая бы сложность ни была. Раскачанному персонажу. С мечом получше и броней покрепче. Уже менее страшны все враги. Но всегда это выглядело странно. Что ведьмак вроде должен быть такой офигенный убийца монстров. На первых началах каждой части. Огребает только так. Это здесь. Один лежал там, у пенька. Без головы. Второй висел на ветке. Кишки у него свисали аж до... Берегите себя. Я справлюсь. Это не первый Грифон, с которым я имею дело. И, вероятно, не последний. Хорошо, если так. Будьте здоровы. Чёрт. Вот это плохо. Волков мне тут только не хватало. Ну ладно, давайте посмотрим эту местность. Если мне, конечно, дадут это сделать. Так, больше ничего красного не вижу. Ну, если не считать кровью. А вот следы. Следы давнишние. Они глубже. Солдаты в доспехах. Наверное, не львгарцы. Не нравятся мне эти звуки. Не нравятся мне эти звуки. стоит ли вообще подходить к гнезду ос но я проверю а вовсе понятно грифона точнее то что у него осталось тело пролежало несколько недель был еще жив когда грифон его сюда принес самка личинки в ранах уже вылупились значит она мертва по крайней мере неделю выходит второй грифон самец глубокие колотые раны по всему телу на когтях и клювень и следа крови она не защищалась должно быть ее застали врасплох пока она спала края клювы стерты в подшерстки седые волосы и было лет десять-двенадцать грифона находят пару в молодости и на всю жизнь значит самец примерно того же возраста жесткая пусть густое оперение королевский грифон это объясняет почему самец которого я встретил был так агрессивен сперва он напал на нельганцев здесь в лесу а потом начал рыскать по всей округе я сделал все что мог про возвращаться к весе миру подготовка к бою еще четыре столпа то вообще добро сажгли это мог сделать только человек кости крови собачьи человеческие останки за несколько месяцев ну по сути все на так у нас там есть что-то наверняка какой-то монстр ну ладно перед окончанием этой части я так и быть туда загоняю и умрем и закончим магия это место силы но нам повезло мы не умерли мы получили одно очко умений нормально нормально значит стоит кататься по этим вопросительным знакам можно нарваться на место силы если собрать достаточное количество мест силы то это нам поможет поэтому возможно в следующей части будем просто кататься и смотреть монстры там или место силы ладно на этом закончим на пока всем спасибо за просмотр удачи пока увидимся следующей части